Всем привет, дорогие друзья! На связи с вами Эдуард Затыловитер. И в этом видео я научу вас устанавливать приложение для Android на ваш десктоп, то есть на ваш ПК для вашего Windows. То есть это видео будет полезно тем людям, у которых, например, нет Android-устройств или, скажем, те люди, которые хотят пользоваться благами большого дисплея, точнее, монитора даже. То есть не просто большого дисплея своего мобильного телефона, если у вас там какая-то последняя модель, а действительно пользоваться этим на своем компьютере. Соответственно, я думаю, что это видео будет больше полезно тем людям, которые не очень хорошо разбираются в компьютерах. Если вы хорошо разбираетесь в этом во всем, то для вас здесь проблем с установкой этого приложения не будет, поэтому можете просто смело перейти в описание под видео и сразу же скачать программу, которая называется BlueStacks. Она как раз-таки нам с вами понадобится. То есть здесь установка предельно простая и для опытного пользователя никаких проблем не возникнет. Если же вы не являетесь слепным пользователем, то я вам сейчас просто покажу, как это все происходит. Переходите на сайт bluestacks.com. Ссылочка на этот сайт находится в описании под видео. И сразу же просто нажимаете кнопочку «Скачать BlueStacks». Вот она здесь справа находится, такая голубенького цвета, очень даже заметная. Я думаю, что даже слепой без очков это заметит. После этого переходим в директорию, где у вас обычно загружаются ваши файлы. То есть если вы через Chrome, у вас здесь внизу появится такое вот окошечко от тех файлов, которые сейчас загружаются. То есть можете просто сразу же на этот файл нажать и начнется процедура установки. Как она выглядит? Давайте попробуем нажать. В моем случае стандартно, как и практически у всех, файлы из интернета сохраняются в папку загрузки. Вот у меня этот файл, я его раньше уже загружал, у меня программа уже установлена, но для вас я повторю процесс. Двойным кликом нажимаем на этот файл и начинается распаковка архива. Весит программа на данный момент почти 315 мегабайт. Давайте дождемся окончания распаковки. Итак, прошло у нас чуть больше 1 минуты и программа просит, Windows просит разрешение приложению вносить изменения в нашем устройстве. То есть если у вас точно так же происходит, это происходит обычно на новых версиях Windows, естественно мы должны с этим согласиться, иначе ничего работать не будет. Так, ну мне выставило сообщение, что PlusTax уже установлено у меня на компьютере. На самом деле там ничего сложного, просто со всем соглашайтесь. Если вы вообще не разбираетесь, то просто со всем соглашайтесь, нажимайте далее, 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 далее. Единственное, что там может быть какой-то компонент во время установки. То, что вам опционально, может быть, стоит выбрать, это ту директорию, куда устанавливать программу. Стандартно это диск C, но если у вас ситуация такая, что диск C у него малый объем, то тогда вам придется просто указать ту папку, в которой установлен другой диск, на который установить необходимую программу. Обычно диском для сторонних программ в компьютерах используется диск D, да, то есть устанавливается такой. После того, как вы завершите несложную процедуру установки, у вас на рабочем столе появится такой ярлык PlusTax. Кстати, здесь есть такая одна небольшая особенность, которой следует упомянуть. Дело в том, что, когда вы только-только-только зайдете в эту программу, вам необходимо будет авторизоваться в Андроиде через свой профиль в Google, да. То есть, чтобы пользоваться Андроид устройством и вообще Андроид телефоном или Play Market, там у вас обязательно должен быть аккаунт в Google. То есть, если у вас еще нет аккаунта Google, то вы его можете спокойно зарегистрировать на сайте gmail.com, да, то есть зарегистрируйте себе почту Gmail. Ссылочка находится также в описании под этим видео. Просто переходите на этот сайт, там очень простая процедура регистрации. Вот у меня уже сейчас здесь проходит авторизация. После того, как вы там зарегистрируетесь, у вас автоматически появится этот профиль, да, он подойдет абсолютно. И для Андроида, и для Ютуба, и для Google+. В общем-то, для всех сервисов от Google. Сегодня Андроид также принадлежит Google. Соответственно, вам для использования этой программы и для Андроида, в принципе, придется также там зарегистрироваться. Если профиль у вас уже имеется, там путем несложных процедур вас будет просить указывать, собственно, указать свою почту и указать пароль от этой почты. Не бойтесь, никто у вас пароли ваши не сворует, и вам просто нужно будет авторизоваться. Единственный вот нюанс, который я хотел бы сказать. Для того, чтобы в программе вас автоматически, так как у нас стоит кириллица, да, то есть русскоязычная аудитория, у всех кириллиц стоит, программа автоматом, независимо от того, что у вас здесь в трее указано, английский язык или русский, она будет всегда писать вам вот кириллицу, да, то есть даже если вы переключитесь на английский язык, вот как я сейчас, все равно будет в программе плюс такс писаться кириллицей. Что же делать, да, каким образом здесь нам написать латинскими буквами? Для этого необходимо просто зажать клавишу Alt и уже, собственно, клавиша Alt и с зажатой клавишей просто уже вбиваем буквы и видим, что у нас латиница. Единственное, здесь очень неудобный момент, с которым я столкнулся, это то, что зажимая клавишу Alt и печатая, да, латиницей, и я не могу одновременно также зажать клавишу Shift и писать буквы верхнего регистра, то есть большие буквы. То есть с этим у меня действительно возникла проблема и даже капслок активированный не помогает, все равно пишутся маленькие буковки, особенно это, как бы, почему у меня такая проблема возникла, потому что у меня в пароле для почты присутствуют буквы как малого, так и большого регистра или реестра, как там правильно говорят. Вот, соответственно, для того, чтобы ввести пароль, если в пароле у вас присутствуют буквы большие, вам необходимо этот пароль будет ввести в текстовом документе отдельно, да, в каком-то, ну вот, допустим, просто берете и создаете на рабочем столе текстовый документ в блокноте, да. Вот, его открываете и здесь вот уже просто печатаете ваш пароль, там, да, то есть с маленькими и большими буквами, также можете сделать и с почтой для удобства. Потом это все дело копируете и либо вот правой клавишей мыши выбираете копировать, либо сочетанием клавиш Ctrl и C переходите обратно сюда и здесь, к сожалению, уже правая кнопка мыши уже не работает, да, то есть здесь уже нельзя нажать просто правой кнопкой мыши и выбрать вставить. Поэтому здесь нужно будет зажать Ctrl, убедитесь, что курсор здесь у нас мерцает и здесь нужно зажать Ctrl плюс V, то есть V как птичка перевернутая, как L перевернутая наша. И здесь мы сразу же видим, что текст вставляется. То есть запомнили, да? В общем-то, если нет, то, как говорится, ползунок хронометража, да, то есть timeline вам в помощь. Перемотайте на пару минут назад и еще раз все это дело повторите. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь много всякой-всякой всячины. Особенно основная тема у меня, я уделяю внимание больше всего, заработку в интернете. Поэтому, если вас интересует эта тематика, смотрите другие видео из других плейлистов на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, отзывы. Я буду рад вам ответить на все ваши вопросы. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok